Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Мы вместе с фиксиком начинаем новое видео. Здесь я с утра загружаю новое видео, потому что у нас теперь еще более скоростной интернет, чем был раньше. Я уже на макбанке вам про это рассказывала, и я, конечно же, пользуясь этим, уже загружаю видео в формате 4К. То есть в стране всем поменяли модемы и поставили новые, и теперь у всех 100 мегабит в секунду, и все платья 12 долларов. Я всегда стараюсь говорить в долларах в последнее время, чтобы всем было удобно. Этот влог будет состоять из двух дней, потому что завтра мы с вами вместе едем в деревню. Как вы раньше помните, в прошлом году я очень любила там оставаться, а в этом году я прям не могу себя заставить находиться там максимум 2-3 дня. Мне сразу хочется вернуться обратно в город. Привет, в последний раз, когда я была там, в комнату залетела летучая мышь, и я, честно, очень сильно испугалась. Это был малыш, он влетел в комнату, и, как я поняла, что в присвете он ничего не видит, было на полу, я его никак не могла убрать. Потом позвала маму, я, по-моему, рассказывала эту историю на макбанке. Также пару лет назад у нас в деревне я видела змей. Мой обед выглядит вот так. Супчик наваристый очень вкусный, нарезала немножко овощей, хлеб, и приятного мне аппетита. В позавчера пришла новая посылка с Тэму, поэтому сегодня будем ее обязательно распаковывать, потому что там внутри есть сумка, большая сумка дорожная, которую я заказала именно для того, чтобы брать с собой в деревню. Также в описании под видео вы можете найти ссылку, если вы скачаете приложение по этой ссылке, то получите пакет купонов. В разных странах он разный, но где-то плюс-минус 100 долларов. Также, если после скачивания в течение 24 часов вы сделаете свой первый заказ, обязательно используйте мой промокод, он дает дополнительную 30% скидку ко всем остальным плюшкам. Его я также напишу внизу в описании под видео. Так, в основном свой заказ я делала из-за этой дорожной сумки, стоила она где-то около 20 долларов. Очень хорошие отзывы, и я, естественно, присоединяюсь к ним, потому что действительно безумно хорошего качества сумка такая у нас в городе бы стоила гораздо дороже. Можно с ней на спорт. В моем случае это каждый раз, когда я еду в деревню, чтобы не брать с собой 100 тысяч пакетов, просто взять одну сумку и все. Также я заказала один из самых популярных товаров на Тэму, который просто каждая вторая уже успела купить. Это вот такое платье, которое также есть на Шейн. Я сначала хотела его купить на Шейн, а потом в конце купила. Просто в конце сезона, хотя у меня очень много платьев, я обожаю летом носить платье, не люблю джинсы, в жару джинсы я не ношу. Размерчик я взяла S, здесь есть подкладка, подкладка чуть короче, чем все остальное платье, выглядит симпатично. Цена меняется, я купила за 10 долларов, то есть за минимальную стоимость, потому что достаточно долго она у меня была в корзине, я уже знала. Расцветка только розовая, но я именно эту расцветку и хотела, и вот так вот сидит на мне. Мне кажется, очень даже симпатично смотрится. Как вам, обязательно пишите внизу в комментариях. Конечно, на подобных маркетплейсах абсолютно без разницы, заказывайте вы летние или зимние вещи в зависимости от сезона, там никаких скидок не предусмотрено, потому что заказываются все планеты. У нас лето, у кого-то зима и так далее, я решила взять себе такой вот шарфик, и он оказался очень-очень хорошего качества. Я не знаю, стоит ли говорить в подобных видео цена, потому что в разных странах, насколько я знаю, на тему цены отличаются, но я, по крайней мере, взяла его где-то за 17 долларов. Сразу скажу, он достаточно большой и очень плотный, размер прям самое то, то, что на фотографии. Даже я бы сказала, что он намного лучше, чем на фотографии. На каждый товар, артикул я вам оставляю, вот этот артикул вы просто вбиваете в поиск в тему и находите этот товар. В общем, я собираюсь его использовать не просто как шарф, а я собираюсь им закрывать голову зимой, вот так вот. Давно хотела что-то подобное, и, кстати, я скоро еще хочу заказать оттуда уги. Сколько лет уже мы с вами носим уги, и, возможно, вы напишите, они уже не актуальны и все такое, но мне кажется, это самая удобная обувь для зимы, которую вообще можно было придумать. Поэтому в одном из следующих заказов еще планирую заказать себе уги. Шарф двусторонний, рисунок тоже очень красивый, цвета, которые мне нравятся. В общем, я очень довольна, и вам однозначно его советую. А мы с вами двигаемся дальше. Долго смотрела на эту джинсовую юбку, потому что у нее не было ни одного отзыва, точнее, был один единственный отзыв, где писали о том, что она ужасно маленькая. Там было написано «Азия S», «Эксэс», «Эл», «Эм» и так далее. Я решила рискнуть и взять «Эм», и как хорошо, что я взяла «Эм», потому что она супермаленькая, это как «Эксэс». Хоть параметры и указаны, не всегда товары соответствуют размерной сетке. Вот такой косяк имеется. Поэтому отзывы имеют огромное значение, но, к сожалению, людям лень их писать. Видимо, за них ничего не дают, поэтому никто их и не пишет. Из-за этого очень сложно что-то выбрать реально по размеру. Я вам, как ранее говорила, я юбки ношу не только летом, но по большей части зимой. Я люблю с сапогами носить юбки, поэтому эту юбку тоже я буду носить с капронками, с сапогами. Я думаю, будет классно, но, естественно, не с этим верхом. В данном случае верх у меня просто пижама, которую мне просто неохота было переодевать, поэтому не обращайте внимания. Просто я хотела быстрее для вас снять это видео, я даже гладить юбку не стала. Красная нить на руку. Не то, что загадать желание, мне просто это нравится, как смотрится на руке, но почему-то вечно у меня эта нитка постоянно открывается. То есть я ее, наверное, неправильно закалываю, в этот раз тоже самое. Она у меня продержалась где-то неделю на руке, я загадала желание, желание не исполнилось, она сама по себе отвалилась. Причем, вы знаете, на эту нитку было очень много разных отзывов, и все нормально смогли заколоть ее на руке, точнее завязать или как правильно. А я, в общем, порвала ее, и пришлось вот так вот. То есть как нужно, чисто по инструкции, я завязать у себя на руке не смогла, поэтому получилось вот так вот колхозно. Уже который раз я заказываю эту красную нитку, и вот каждый раз так получается. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как долго у вас на руке оставалась эта красная нить. На мой взгляд, прям месяцами у девчонок остается не то, что у меня. Следующий товар, это вот такие лезвии, которые я совсем забыла, что я заказала, и потом заказала еще раз, но ничего страшного, пусть останется на запас, хотя эти мне не очень понравились. Но все равно в хозяйстве пригодится, ничего страшного, оставила просто на запас. Дальше у нас с вами бижутерия, как я вам говорила в предыдущих видео. Последнее время я просто очень сильно подсела на бижутерию, мне нравится ее носить, заказывать от золота, я вообще отвыкла. Вот эти серги оказались гораздо лучше, чем я их видела на фотографии, очень хорошего качества. Уже пару раз я успела их поносить, смотрятся безумно красиво, и внутри в комплекте еще три дополнительные были застежки. Стоили они 5 долларов, там была и металлическая застежка, и силиконовая, и еще смешанная. Ну а вообще на подобных маркетплейсах супер дешевую бижутерию я вам заказывать не советую, хотя бы, чтобы она стоила 3-4 доллара. Потому что если изделие стоит, например, 50 центов, ждать от нее, что она не потеряет свой первоначальный вид, глупо. Крови я в последнее время оформляю гелем, и когда я их оформляю, мне обязательно нужна чистая кисточка, я их использую не один раз, а потом мою. Просто каждый раз мыть я не всегда успеваю, поэтому взяла набором, стоило очень дешево. А теперь, девочки, постарайтесь не смеяться, купила себе вот такую шапку, от которой мама, если честно, была в шоке. Но мне она понравилась, хотя она очень сильно линяет, я надеюсь, что она немножко полиняет и успокоится, хотя бы для фотосессии взяла себе вот такую шляпку. Учитывая, что еще мы живем в Азербайджане, у нас не бывает снега, будет смотреться достаточно странно, но я еще хочу заказать себе перчатки с каким-то подобным мехом или уги и сделать фотосессию. Как вы видите, очень сильно она линяет, и сказать, что я прям ее советую, честно, не могу. Но она и стоила очень бюджетно, где-то 4 доллара за такую шапку, это почти даром. Ну и ждать что-то супер качественное за такое деньги не стоит, но выглядит так же, как и на фото, правда линяет. И заказала опять бижутерию, сейчас подробно вам обязательно покажу. Эти два изделия я еще не носила, совсем забыла про их существование, но качество мне очень понравилось. Посмотрите, как круто переливается, хотя на видео это не совсем заметно. У каждого в комплекте были дополнительные заглушки, цена где-то около 5 долларов за каждую пару. Сильно крупные сережки, мне носить некомфортно, у меня потом болят уши, поэтому я беру вот такие, небольшого размера. А вообще в детстве у меня была одна пара висячих сережек, и мне настолько она нравилась. Мама разрешала ее носить только на какие-то праздники, и я прям вот носила, а потом оставляла у себя вот в пакетике в первоначальном виде. А потом они почернели, и мне было так обидно. Это прям, знаете, травма детства бижутерия. Те изделия, которые я только купила, еще ни разу не носила, я прям в этих пакетиках оставляю внизу. В предыдущих видео я вам говорила, что я на пробу взяла колготки, потому что могу посоветовать. Действительно хорошие колготки очень бюджетно стоят на тему, и лучше брать их большим объемом, например, сразу оптом 5-6 пар. В таком случае они обойдутся еще дешевле. Я просто пока не решила, какой сет я возьму, поэтому на пробу беру разные. Эти какие-то блестящие, очень странно смотрятся. Хотя на фотографии они были точно-точно такие же, действительно блестящие. Просто я не думала, что в жизни они будут настолько сильно блестеть. В моем случае колготки лишними не бывают, так что пошли в запас. Недавно мы для племянницы моей на Хэллоуин покупали подобные волосы. И покупали их в городе ровно в два раза дороже, чем я купила на тему. С ними можно сделать невероятно крутые прически, как вы видите, разные косы и всевозможные. Я пока не решила, что именно я буду делать с этими волосами и как это в итоге будет выглядеть. Но решила заказать, что-то придумаю. Можно даже сделать какую-то фотосессию. Я планирую заплести две косички и будет, я думаю, интересно смотреться. Также по большей части для мукбанка взяла вот такие аксессуары для волос, чтобы придать какое-то разнообразие, чтобы были разные образы и так далее. Девочки, я даже не обратила внимания, что в этом наборе 18, по-моему, бантиков так много. Все они сделаны очень аккуратно, стоили просто копейки, буквально 3-4 доллара за этот наборчик. Твиксику тоже очень понравилось. Твиксик начал со мной ругаться, говорит, я тоже хочу ходить с бантиком. Я ему начала объяснять, что ты пацан. В общем, девочки, не забывайте, что при первом заказе обязательно нужно использовать мой промокод. Естественно, я получаю от этого тоже плюшки, но и вы тоже получаете 30% скидку, поэтому обязательно не продевайте этот момент, потому что в моем случае я не знала про это, и свой первый заказ я сделала без промокода. Вы сейчас его видите на своем экране. Я тут пытаюсь озвучить видео и начинает мяукать во всю Твиксик. У него в последнее время очень странное поведение, он хочет от нас убежать. Следующая вещь, которую я заказала для мамочки, наконец-то она тоже что-то захотела, она заказала пергамент. Если честно, мы с ним вместе были в шоке от его размера, ну точнее это наш косяк, надо было смотреть на сантиметры. Просто на сайте, на фотографии он казался большой, а как оказалось, он супер миниатюрный. Мы с мамочкой были просто в шоке, да и вообще мама не любит заказывать ничего онлайн. Она любит ходить по офлайн-магазинам, выбирать, смотреть и только потом совершать осознанную покупку. А я наоборот люблю все заказывать. Именно поэтому в моих распаковках не бывает товаров для мамы, потому что подобный шоппинг ее не устраивает. Не потому что я люблю чисто себя, мне жалко денег на маму и так далее, просто люди разные, вкусы и предпочтения у всех разные. У меня даже среди подружек есть девчонки, которые совершенно не любят заказывать, а у меня наоборот. Я просто обожаю все заказывать. И я вообще сама тоже не капризный человек, плюс еще мои параметры, они стандартные и все вещи, которые я заказываю, всегда мне подходят. Поэтому чисто для меня это безумная экономия времени. И на этом, пожалуй, все. Распаковочку мы с вами сделали. Давайте теперь собирать наш чемодан. Точнее, это самая обычная сумка, очень хорошего качества. Я ее буду еще много раз хвалить, потому что действительно она достойна своих денег. Хотя нет, она достойна даже больших денег. Видите, мы в деревню буквально на три дня, поэтому много чего с собой я брать не буду. Возьму только самое необходимое, там, платье, пижаму и все. Я просто посмотрела прогноз погоды там и уже в связи с этим выбрала, что же я возьму с собой. Ну, вообще, по-хорошему, я, знаете, что поняла, следующим летом я точно так и сделаю. Я оставлю в деревне те средства, которыми я пользуюсь на постоянной основе или одежду, чтобы не таскать с собой. То есть, например, я знаю, что для макияжа все у меня там есть. Есть, конечно, такие вещи, которые все равно таскать придется. Например, ноутбук, зарядка телефона, телефон сам. Но все таскать тоже как-то смысла нету, поэтому часть вещей я обязательно в следующем году оставлю в деревне. Почему я это не делаю в этом году? Все элементарно. Дело в том, что в этом году мы уже так много не поедем, потому что уже зима, там холодно, условий нет. Поэтому в этом году уже навряд ли мы поедем туда, ну, максимум на пару дней. Что касательно косметических средств, которые я возьму с собой, подробно останавливаться на каждом средстве я не буду. Просто покажу. В общем, взяла вот пудру от NYX, SPF обязательно и все самое необходимое, прям по чуть-чуть. Спонжик для донесения тонального, тональный, помада, бальзам, тени и все остальное. Я вот пока все это снимала, у меня опять сломался штатив. Без разницы, где я его заказываю, вечно вот в таком состоянии у меня штативы. Просто я устала их заказывать, либо я какая-то неаккуратная, либо они очень некачественные. Но я решила этот не выбрасывать и кое-что придумала, в следующих влогах вам покажу. Возвращаясь к вам уже на следующий день, это утро. Мы с братом договорились, что утром пойдем по мою машину. Я решила сделать это самостоятельно, потому что у нас это в новинку. У всех во дворе супер чистые машины. Посмотрите, пожалуйста, на мою машину. Это, конечно, ужас какой-то. Дело в том, что я работаю из дома, и у меня нету необходимости каждый день ехать на работу, когда я иду гулять. Меня всегда отвозит-привозит парень, поэтому машина в таком состоянии. В общем, я хотела помыть машину, мне нужен был человек, который меня подснимет рядом, потому что самостоятельно я снять себя не могу, или надо было штатив таскать с собой. Ну и, естественно, попросила брата, он никогда мне не отказывает. Когда угодно позвони ему, что угодно попроси, он всегда скажет окей. Я не знаю, может быть, я раньше не замечала, или просто не ходила, или у нас только-только появились вот такие мойки самообслуживания. Так, получается, намного дешевле, нежели ходить и мыть машину, плюс ты все делаешь самостоятельно. И это место находится прямо под моим домом, и я всегда из балкона смотрю, как люди моют свои машины. Суть очень проста. Вы кидаете деньги, вам дается определенное время, это минута, и вы можете за эту минуту помыть машину, потом опять кидаете деньги и продолжаете этот процесс. То есть, если вы быстренько помоете машину, вы можете помыть ее намного дешевле и так далее. Первым делом нужно помазать машину пеной. Изначально я, если честно, думала, что я не справлюсь с этой задачей. В общем, на помывку машины я потратила 2 моната. Это где-то 1,5 доллара, и я мыла машину не так уж уж быстро, как это можно было сделать, но, в принципе, получилось неплохо. Сейчас, чуть позже, вы будете наблюдать, как я это делаю. Не знаю, конечно, буду ли я это делать на постоянной основе, но практика прикольная была. Теперь давайте поговорим про мою машину. Если честно, по большей части я на ней еду в деревню, но в городе тоже я вошу, потому что, чтобы выйти из города и поехать в деревню, я проживу на одной стороне города, а чтобы выехать в деревню, мне надо проехать через весь абсолютно город. То есть, минимум час-полтора я кручусь в городе, чтобы выехать из города. Сразу скажу, машиной своей я очень довольна, ни капли не жалею, что купила именно эту модель, несмотря на то, что она достаточно большая, и, по идее, для первой машины чуть-чуть великовата, но все равно. Мне нравится как внутренняя она, так и внешняя. В общем, я безумно довольна, и даже я задумываюсь о том, что если даже я буду покупать новую машину, эту я продавать не буду, потому что здесь пробег всего 50 километров, не миль, а километров. Машина свежая, в хорошем состоянии, единственный момент, что она находится не в гараже, а постоянно на улице. Это, конечно, очень плохо, но куда деваться, выбора у меня нет. То есть, я вам до этого в мукбанках рассказывала, что у нас гаражи заполнены, а точнее, изначально их построили неправильно, и туда помещается максимум 5-6 машин, а все остальные машины стоят у нас во дворе. И даже вечером, если ты приезжаешь слишком поздно, ты не можешь найти себе место и припарковаться, поэтому изначально нужно купить нормальный гараж. Я вам уже рассказывала, что я просрочку взяла себе квартиру, и, в общем, под этой квартирой надо обязательно купить себе еще небольшой гараж. Но гаражи стоят тоже недешево, если честно, это где-то порядка 15 тысяч долларов. И, возможно, даже в какой-то степень намного проще брать в аренду, но свое все-таки есть свое, в дальнейшем вы можете продать даже это свое место. Я нанесла пену, мама говорила, что под напором этой воды ты улетишь, просто ничего подобного, ничего сложного в этом нет. Правда, вот когда я пересматриваю эти кадры, я понимаю, как я неправильно наношу средства, но да ладно, все приходит со временем. В общем, когда у меня будет новая квартира, и когда мы с вами вместе там будем делать ремонт, когда надо строиться уже, наконец, тогда уже под этим зданием обязательно нужно будет купить гараж и припарковать свою машину именно там, потому что во дворе она быстро пачкается, солнце и все остальное. Мама реально смеется с меня. Вот квартиру, которую я купила, она еще не достроена, поэтому я ее, к сожалению, вам показать не могу, но как только ее достроят, я обязательно все продемонстрирую вам. Я слежу за этой страницей в инстаграме каждый раз, когда поднимают очередной этаж, я думаю, вау, как классно ее достраивают. В общем, радуюсь мелочам, и вообще я считаю, что у меня просто идеальная жизнь, я очень довольна своей жизнью. Абсолютно искренне вам могу сказать, что я очень счастливый человек, я очень рада так, как двигается моя жизнь, просто все идет прям точно-точно так же, как я хочу, как я запланировала. И сейчас мамочки в декрете с двумя-тремя ангелочками начнут. А самого главного в этой жизни нет, а как же дети. Я считаю, что в жизни всему свое время, и дети должны быть после становления человека на ноги. А если даже человек проживает свою жизнь и никогда не хочет их заводить, и за это тоже человека нельзя осуждать, это его выбор. Для каждого идеальная жизнь это что-то свое. И каждый стремится к своей идеальной жизни. Например, для меня шоппинг это большой антидепрессант. Я люблю себе что-то покупать, я люблю очень много хлама дома. А кому-то, например, нравится путешествовать. Кто-то чисто с одним рюкзаком аскетично путешествует, и для него вот это кайф. То есть каждый от этой жизни получает то, что он хочет. И если вы получаете эмоции от определенных вещей, то почему бы не делать это? Вот очень часто мне пишут, почему ты не путешествуешь? Ты же говорила, ты будешь путешествовать. Но для вас, возможно, путешествие это интересно. Для меня что-то другое интересно. Каждый выбирает что-то свое. Для кого-то 9 детей это интересно. Для кого-то 17 кошек дома интересно. Поэтому, знаете, тут не поймешь. В общем, на все при всем мы где-то потратили, наверное, 40 минут нашего времени. Помыли машину. И потом брат сказал, что обязательно машину еще нужно вытирать. Потому что если этого не делать, то на ней появится потом развода. На мое удивление и на удивление брата мы встали вовремя. То есть мы планировали утром встать и пойти машину помыть. И, кстати, жена даже не поверила, что мы так рано встанем. Но в конце мы встали и сделали все свои дела. И уже я могла спокойно поехать в деревню. Дорога в деревню это где-то 150 километров. Я еду не так уж быстро. Потому что никак не могу запомнить, где находятся радары. Чтобы не попасть на радар. Короче, вытерла я свою красотку насколько могла. У меня две вот такие тряпочки лежали в машине. Я не знала, что потом еще надо ее вытирать. Ну, в общем. В этот раз хотела поехать чуть пораньше. Чтобы не попасть прям сразу под вечер. Еще днем успеть что-то подснять в деревне. Надену я вот эти вот шорты, которые заказывала в позапрошлом, по-моему, году на Шейн. Они достаточно длинные. И я, кстати, не вместе с ними, а отдельно заказывала еще вот такой кроп. И они оказались идеально одинакового цвета. То есть, как будто это комплект. Но на самом деле покупалась просто в разное время. Смотрится вот так вот. Мне очень нравится. Всегда, когда еду в деревню, надеваю шорты. Потому что с кроссовками классно сочетается. В шлепанцах водить машину мне неудобно. Также мама меня уговорила взять с собой вот эти вот каблуки. Но я в конце, кстати, их не взяла. Ну, типа, лето заканчивается. С платьишками наденешь. А я ненавижу каблуки. Когда я училась в 10-11 классе, мне настолько нравилось ходить на каблуках. А сейчас мне прям тошнит от каблуков. Как же вкусы меняются. Вот действительно. У меня абсолютно все. Без никаких проблем поместилось в сумку, как вы видите. Очень удобная вместительная сумка. Естественно, твиксика тоже мы одного дома не оставляем. Несмотря на то, что мы всего на пару дней едем, все равно он тоже едет с нами. Хотя всю дорогу он мяукал. Я не знаю, девочки, возможно, вы что-то посоветуете. Последнее время я не знаю, как с ним бороться. Он стоит около входной двери и начинает мяукать, как ненормальный. Как только ты открываешь дверь, естественно, он пытается убежать. Вроде бы он кастрированный. Я посоветовалась с ветеринаром. Она сказала, что это просто ложный инстинкт. И в этот момент, когда он идет к двери, мне нужно его отвлекать и с ним играться. А это, кстати, девушка Твикс. Он всех котов отгоняет из нашего двора, но только оставляет ее. Это девушка, и он с ней флиртует. Знакомьтесь, невеста Твикс. И Твикс сам не покушает, ей даст. Посмотрите, какая красотка. Здесь я немножко поясняю ситуацию. В деревне была свадьба. Свадьба моего друга детства. Поэтому мне пришлось приехать сюда. Но в то же самое время у моей подруги, у ребенка было 40 дней. То есть два мероприятия были в один и тот же день. И мне нужно было выбирать, куда пойти. Так как на выписке подруги я уже была, я подумала, что свадьба важнее. И надо поехать туда. И подруга меня, в принципе, поняла. Но почему-то подписчики, точнее мои хейтеры, которым просто нечем заняться. Или я не знаю, что они потеряли. Начинают в комментариях писать, Айка специально не пришла. Айка из-за зависти не пришла. Неужели у вас в жизни не бывают моменты, когда по каким-то, по тем или иным причинам у вас не получается посетить это мероприятие. Я вот уже готовлюсь к этому. Говорю вам, что я уже подготовила даже подарок. Просто пойти не получилось. Поэтому они отметили без меня. Потому что на свадьбе мне обязательно нужно было присутствовать. Как же я люблю деревенские вайбы. Я особенно эту кроватку прям сразу машина времени отправляет меня куда-то в детство. И тут я замечаю, что я носочки надела наоборот. Но да ладно. По дороге я еще, кстати, заглянула в СТО и взяла себе антифриз. Он стоил всего три моната. Я была в шоке. Полтора доллара стоит антифриз. Вот такая баночка. Что я купила, что я залила в машину. Первый день, когда мы приезжаем в деревню, можно сказать, мы не отдыхаем, прибираемся. Потому что пыль на везде, листья нужно подмести. И вот мы занимаемся этими делами. Но прежде чем начать это все делать, надо хотя бы хоть одну чашечку чая попить и прийти в себя после дороги. А вам в свою очередь хочу сказать огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всем пока!